Доброе утро, дорогие телезрители и мои подписчики на канале YouTube Голова Садовая. Сегодняшняя тема – семена одной великолепной фирмы. И сейчас узнаете, какой. С этой фирмой вы уже знакомы. Она называется Партнер. И, имея свои собственные площади для испытаний растений, для селекции растений, эта компания заняла достойное место среди тех, которые уже на рынке очень давно. И вы знакомы с ней, потому что, покупая семена, вы не задумываетесь, кто же там у них оригинатор, кто же там селекционер. Ну, такие названия, как, смотрите, черри Ира, черри Вера, черри Лиза. Знакомо, правда? Конечно, знакомо. И я просто хочу начать с томатов, поскольку вот именно этот плодоовощ, он занимает на нашем столе место особенное. Ах, как мы ждем первые помидорки! Ах, как нам хочется попробовать этой красоты сладенькой, вкусненькой! А вот чтобы попробовать эту красоту, надо что? Надо подобрать томат такого срока созревания, чтобы уже в конце июня месяца вы могли себе позволить что-то снять вот с этого растения. Вот посмотрите, начнем с томата янтарь. Это гибрид F1, скороспелый, детерминатный, высота у него всего там 60 сантиметров, не более. Но, вот всегда хочу, чтобы вы учились считать на пачках. От высадки 55-дневной рассады до начала созревания 40-45 дней. 55-дневная рассада, что это значит? А это значит, что от всходов до начала плодоношения будет не 55 плюс 45, это чистых получается 100 дней, это будет плюс еще всходы. А всходы могут занять и две недели. Что такое полные всходы? Когда растенница распустила свои 7 дольки. Исходя из этого, вы должны понимать, когда его посеять. При этом все-таки янтарь, он удивительный. Видите, сливовидные томатики. Между прочим, вес у них приличный под 90 грамм. То есть не такой уж он и маленький. Он для засолки очень будет хороший. Он сладкий. Он красный, кубовидный, причем он не просто кругленький. Очень хорошо в баночку укладывается, я это имела в виду. Нам же надо пораньше, потому что помидоры свои, они с рынка, они же удивительно хороши. Посмотрите, диадема. Вот янтарь диадема после седьмого листа закладывают цветочную кисть и готовы для вас потрудиться. Диадема уже 200 грамм. Это очень даже хорошо. Смотрите, любимица публики прошлого года. Некоторые пишут, что она не очень удалась. А я думаю, что это мы что-то так не то, как всегда сделали. Этот томат закладывает свои плоды после пятого-шестого листа и имеет вес плодов не менее 120-140 грамм. А устойчивость этих томатов расскажу, вот когда буду говорить уже заключительную речь свою. Значит, смотрите, дальше поехали. Детерминатно еще. Герцогиня вкуса. Ну, само название говорит о том, что, ну раз герцогиня, значит, лучшая из многих, правда же. Высотой 67 сантиметров, вес 120-140 грамм, детерминатный, то есть невысокий, имеющий ограничения в росте, конкретное, а не какое-то там придуманное. Значит, лирика вообще от высадки 45-дневной рассады 35-40 дней до начала созревания. Это очень даже неплохо, тоже до 140 грамм. Ну, значит, дальше у нас будут такие томаты очень интересные, и они уже индетерминатные, то есть для теплиц, либо посадка в грунт, но очень высокие колья нужны. Томат царское искушение, индетерминатный, то есть не имеющий ограничения в росте, ему понадобятся колья, если это открытый грунт. Ну, а в теплице, естественно, подвязка и шпалеры, и все что угодно. Ну, это не все, конечно, не вся красота. Малиновая империя, малиновый цвет, 150 грамм томаты. Достаточно быстрые ребята. Знаете, что мне нравится, что они закладывают вот то, что я перечислила вам, а тут еще целая куча таких томатов. И вот здесь вы видите, видите, сокровища инков, кахава, котя, котя, замечательные просто. Это детище, этот котенок, детище Фурсова, замечательного селекционера. Катя, императорская слобода, великосветский, бурая грудь. На самом деле, ну, их много, но не так много, как вот там представлено. И уверяю вас, что каждый из этих томатов достоин того, чтобы их посеять, посадить и получить очень хороший урожай. Кроме всего прочего, эта компания представила еще и перцы. И перцы-то у них тоже замечательные. Сейчас выберу. Начнем с перца «Партнер». «Партнер Фаин» назван в честь этой компании. И это говорит о том, что он у них очень хороший, потому что любимчик, иначе бы такое имя не дали. От высадки рассады. Вот читайте на пачках правильно. От высадки рассады до начала созревания плодов 75-80 дней. Достаточно скороспелый, но все-таки перцы сеять надо раньше, чем томаты. Ливадия. Ливадия. Высота. Мне нравится высота. Если этот наш замечательный партнер 120-140 см, этот гарантированно 140 см. То есть и перцев на него будет очень много. Но у него и срок как бы достаточно поздний. 75-80 дней. Плюс это вызревание плодов от высадки рассады. Пока появится рассада, а она должна быть какая? Ну да, примерно 100-дневная. Вот и складывайте дни и получите срок посева. Значит, тавиньяна Ф1 тоже высокий, метр двадцать. Ну это примерно мне по плечу. Чем выше растение, тем раньше у него срок посева. Тавиньяна оранжевый. Он такого прям, знаете, желто-оранжевого цвета. И высевать нужно только пророщенные семена. Рекомендация такая написана на пачке. Вы должны это помнить и соблюдать все правила. Иначе потом крыльями махать будет поздно. Веста. У весты, конечно, не очень рост большой. Но она и сама не очень большая. 130-140 грамм. Зато уж очень много. Трех-четырехкамерных перцев. И вам это растение понравится, потому что у него от высадки рассады срок созревания плодов начинается, ну, длится 65-70 дней. Вот хочу вам сказать, что кроме того, что партнер представил перцы, томаты, и я с удовольствием расскажу про все, что они представили для вашего обозрения, есть еще два замечательных огурца – эстет и шоша. Вот мне очень любы такие названия. Эстет. Понятно почему. Ровный, красивый, с очень мощной корневой системой. А если мощная корневая система, значит очень мощная и верхняя часть. И ваша задача сделать все так, как написано на пачке, соблюсти все рекомендации – это обязательное условие. И тогда получите из одной пазухи до пяти зеленцев. Очень устойчив к оливковой пятнистости, кладоспариоз, к мучнистой России, вирусу обыкновенной мозаики огурца. И урожайность, если это, конечно, будет закрытый, например, закрытое выращивание, то получите 14-17 килограмм с квадратного метра. На квадратном метре, по моему уразумению, можно посадить полтора огурца, не более растений. Но это очень много. В ведре-то всего 7-8 килограмм огурцов. Поэтому 2 килограмма с куста – это очень… Ой, 2 ведра, простите, с куста – это очень хорошо. Чем отличается шоша? Срок у них созревания почти одинаковый. Этот немножко скороспелее. У этого 39-43 дня, у этого 38-40. Все-таки на неделю раньше вступит в плодоношение. А шоша – это партинокарпик с женским типом цветения, то есть пустоцвет исключен. Количество завязей в узле – 1-3 штуки. Партинокарпические гибриды, они, как правило, не имеют горечи, устойчивы ко многим заболеваниям. Этот, например, к мучнистой росе пероноспорозу – это ужасное заболевание. Это просто какой-то кошмар. Вот этот огурец, он устойчив к этому заболеванию. И рекомендуется и для теплиц пленочных, и для открытого грунта. То есть шошу можно прищепнуть на 5-6 листе, чтобы пошли боковые отростки. И тогда огурцов будет в разы больше. Не в один раз, не в два, а в разы больше. Но что рекомендовано для эстета? Эстет, конечно, молодец и в два месяца будет плодоносить, не останавливаясь. Я надеюсь, что вы меня услышали и все увидели. Ну, я, знаете, не понимаю огородников, которые уперлись в один перец ласточка и сидят на нем очень и очень долго. А это же все вырождается, семена надо менять. Ну, пробуйте. Купив пару пачек таких семян, 20-й год, конец 20-го года, срок их использования, вы можете одно растеницу посеять и попробовать, как оно себя будет вести. И, имея запасы таких семян, да это же радость для каждой хозяйки. У нас же здесь не все в порядке. Нам же надо и оранжевые перцы, и фиолетовые, и желтые, и зелененькие, и черненькие, и красненькие, да? И аленькие, и маленькие, и большие, и толстые, и всякие разные. Поэтому я считаю, что коллекции, ну, это уже, конечно, как бы не то, чтобы поесть, а то, чтобы вот тут порадовалась. Удачи вам и всего доброго.